Озвучено Яндекс Спичкайт. В Киеве сожгли внедорожник, паркующийся на газоне, в сети ликуют. В Киеве в ночь с 27 на 28 марта сгорел внедорожник, который владелец регулярно парковал на газоне в одном из районов столицы. В результате пожара оказалась полностью уничтожена передняя часть автомобиля. При этом очевидцы полагают, что причина возгорания поджог. Подробности и видео с места инцидента опубликовали в сообществе Киев оперативный Facebook. И за дня в день владелец этой решетка Toyota, решетка АА 5229 ИОУ, парковался у дома и на газоне. Сегодня ночью этот автомобиль загорелся. Совпадение, говорится в сообщении. На опубликованном ролике можно заметить, что из-за пожара была полностью уничтожена передняя часть авто. Очевидец также рассказывает, что сгоревшая автомобиль постоянно парковался возле дома. В комментариях к публикации пользователи разделились на два лагеря. Первые считают, что иногда только такие методы помогают решить проблему. Возможно, даже проблема не в том, что машина физически кому-то мешала, проходу. Часто такие олени свое корыто по полчаса прогревают, после чего на первых этажах в квартирах дышать нечем. К сожалению, до бронелобых только так и доходит. Жестоко, конечно. Но поучительно. Автомобиль сгорел со стыда за своего владельца. Есть надежда, что аналогично припаркованные задумаются. Другие высказали мнение, что неправильная парковка не повод портить чужое имущество. Судя по комментариям. Если человеку имеют право спалить машину за то, что он неправильно паркуется, то водители имеют право ломать ноги пешеходам, которые перебегают дорогу в неположенном месте, чтобы не бегали. Извините, а да там газон. А блоки поставить не судьба, если так мешает сильно. Завтра другой поставят, тоже будете жечь. Боже, люди, вы хуже зверей. Он не прав, конечно, что парковался как попало. Ну блин, зачем поджигать. Текст озвучен с помощью Яндекс Пичкит. Скриншоты facebook.com slash kievoperatif. Напомним, что ранее в Виннице герой парковки жестко отметилил мужчину. Но история закончилась неожиданно. Как мы ранее писали, в Киеве герой парковки получил гневное послание.